МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 500 километрах на северо-запад от Москвы и на западе Новгородской области находится таинственное и загадочное озеро Рдейское. Озеро расположено на Валдайской возвышенности на территории государственного природного заказника Рдейский и является самым крупным его водоемом. Озеро окружено обширной системой верховых болот, и с северной части озера вытекает река Эрелья, воды которой принадлежат бассейну Балтийского моря. На берегу озера на песчаном холме расположен полуразрушенный Рдейский монастырь, основанный несколько сотен лет назад. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рдейская пустыня была основана во второй половине 17 века. За время своего существования монастырь неоднократно перестраивался, но до нашего времени сохранился только частично разрушенный величественный Успенский собор. Труднопроходимые болота, окружающие монастырь со всех сторон, являются сезвездным препятствием для каждого, кто хочет посетить обитель. Когда-то к монастырю через топи была проложена гадь, которая до нашего времени не сохранилась. В последние годы начались работы по возрождению монастыря Рдейский, этого объекта культурного наследия. Вот там, куда вы пойдете завтра, но если вы пойдете или поедете, там же сянки валяются с левой стороны, там увидите крестик, будет стоять этот оратник утонул в озере. А что оратник, вы говорите, какой-то вот это что-то? Да, Игорь, их тут много утонуло. Ни один трезвый не утонул. Одного я вынимал. Ну что, ну как всегда, ну позвонили в улицу и укол, ну приехали, ну протокол, ну как, ну подпишите. Ну процедура стандартная, ну подписал и что-то. А они как-нибудь доехали до сюда? Ну готовились к ним, а больше шли не нашел. У них мотоциклы с такими большими колесами, которые называются шиной низкого давления. Против нашего болота, это нет. Только гусеницы, нет? Нет, ну вот они, трепол есть у охраны заповедника, да, это, ну, легкие шины большого диаметра, да, конечно. Но она там титановая, она ничего не весит, эта машина. Вот с горем пополам она отходит, с горем пополам. А так-то в принципе гусеницы, конечно, гусеницы. Потому что я говорю, болото, оно не постоянно, не постоянно. То есть, вот сейчас залют на неделю, дожди так нет, ты будешь по этой тропе идти, его длинных сапог не хватает, вообще ты сухой ферно не придешь тогда, да. Но ты даже не видишь, куда-то ногу ставишь, понимаешь, ты шел. Ну, это мобильная связь, она иносферное отражение, наверное, скорее всего, угодно, да? Не, 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 прямой с вышки, прямой. Никак не может это быть прямой с вышки. Почему я говорю? Потому что дальность горизонта у нас в любом случае 16 километров. Хоть ты не гляди, никуда так нет, а подряд на нас находится, да, значительно больше 20. Ну, не то, что узнать, но больше 20. Я почему говорю, что нет? Что, допустим, вот смотришь, шикарная ясная погода, да. Ну, кажется бы, связь, да, хрена с два, ее вообще нигде нет, да. А тут штормяга, волна, это, в озеро. Ну, такие волны страшные надо было, просто, я не знаю, 9-й вал. Так нет, и все. Вот, связь, где хочешь, хоть тебе два, никуда подниматься не будет, понимаешь? Вот, ну, вот такие вот казусы. То есть, отчего хочешь, ты звонишь, мы могли в такую погоду позвонить, но связи нет, и тебе будет отвечать выключен, или находится вне зоны, и т.д., и т.б., и все. А смс-ки иногда, телефон мне звонили утром из холма, да, а смс-ка иногда придет 9 часов метров здесь, или на следующий день, что обмен в зоне, там, или я вам звонил. Все, и у меня только вариант, куда это вынести ноги. Куда это вынести ноги? Ага, ну, не всегда это удается. Вот к этим русалкам, которые там на базе. Да тебе надо такая волна, что нос не высунушь никуда. Хоть бы и хотел. А глубина озера неизвестна, что ли? Нет, известно, потому что озеро не глубокое. Ну, тут где-то вот эти ковырялись, а вот даже 5-метровые какие-то ямы просто находили. А так-то она не превышает 3-х метров. Импорт-весникоходы могут даже по воде ехать, знаете, на скорости. Так, ой, господи, тут у меня Леша котл такой. Новгородец он. И, значит, Лешу... Ну, короче, мы тогда, в принципе, мы были готовые трупы. И нам просто повезло. То есть, что было-то? Это вот мы ехали 5 января к Рождеству знак Сьяна. Мы ехали в Петербург, там 2 недели в 6 назад. ГТС-ка, человек 6 на 7. Мы проехали от Боровой километра полтора. А зима какая стала? То есть у нас 2 варианта зимы бывает в основном. То есть вот может ударить мороз, вот года 3-4 назад. Конкретно в декабре ударил мороз. 27 градусов. Естественно, снега никакого нет. Это промерзает все, быстренько, болото. Довольно серьезно промерзает, так нет. И если давануть в это время гусеницей, да, гусеницей давануть, то это вообще монолит, это бетон. До мая месяца, до конца мая вообще стоит все классно. Так вот, практически до конца мая все стоит. Если выпал снег, если выпал снег, неплохой снег, да, хоть 50 градусов мороз, там никогда ничего не промерзнет. Выпал большой снег, и мы на ГТС-ке выползем. То есть вот за нами вода, все остальное. Но это все морозы действует. Мы заехали на полтора километра, а гусеница раз летела, мы едли. Второй смотрим, задняя вывернута, мы ехать не можем. Я выскакиваю из ГТС-ки, значит, сразу уступа проваливающую воду проваливающую воду. Я понимаю конкретно, где нас градусов мороза. Выйти мы никак не можем, мы не выйти никуда. У нас не хватит вперед, мы тоже идти не можем, бесполезно. Ну, эту солярку мы будем греть за 4-5 часов, мы эти 20 литров сожрем, и к утру мы будем просто головешки. Мужики этого не понимают, я это прекрасно понимаю. Что будет? Что будет? Ну, проходит полчаса, час, но вроде как-то смотрим мужиков, до мужиков вот доходит. Вдруг, откуда тут сохраняется швец с этой стороны? Я он и моргает, что-то едет. Мужики были на буранах, они нас таким образом перевезли. Леша, Котова посадили на буранах. Славка отставала на нас, а они находят интерес. Вот мчаться среди этого валежника, в общем, со скоростью 20 километров. Это очень интересно. Да, блин, я сам, даже и сейчас неравнодушен от мотоцикла. Уж как я гонял-то. Но одно дело рулить за рулем, второе дело сидеть даже на мотоцикле, на хорошей дороге, сидеть сзади. Несколько разного ощущения, да? Разное ощущение на этом все. А Леша никогда не сидел. И когда мы ехали впереди на километр больше, на этом расстоянии, там 3-4 километра, да, и когда мы подъезжаем сюда, он нас догнал. То есть, когда Леша упал вот тут на снег, стал креститься и молиться. Я белее лица у человека никогда в жизни не видел. То есть, он настолько был напуган и перепуган. А куда ГТС деньги оставили, там? Бросили, ГТС только привезли на третий день. То есть, поехали этот натяжник, где-то там Васька кто-то одолжил, кто-то привез, на этом буране привезли, поехали, перебивали это все. Ну, воды слили, все как положено, это все. Что-то тут набрали воды, подогрели, много завесли, завели. Ну, и как ты такому году пришла? То есть, болотом я вам скажу не то, что там чего-то так. Не надо шутить, надо серьезно к этому относиться. Ну, ну... Хоть летом, хоть зимой. Знаешь, вон, вон, мне остатки, в прошлом 4-х метровые бревна лежали, а кувечина песком засыпана, все как положено. Лука Никитина говорит, я еще под рамоку, я на велосипеде сюда ездил запросто. В каком году? Ну, это в 70-х, да. Ну, а сейчас гнило просто. Да, понимаешь, ну, вот, она же, смотри, вот канавы, они же копаны, это искусственно, от ГАТИ, от КУВЕТов были проведены 4 канавы в разные стороны, так нет. Она периодически на том же высоком, там было и не только на высоком, около 350 приписных крестьян было, так нет. То есть была команда, старшина общего, а? Которая служила. Да. Ну, они не только, допустим, на основной дороге, там земли-то здесь пахотной нету, земли пахотной, вот она вся земля, так нет. А там несколько, там десятин, доволен, значит, я не понимаю, что такое десятин, это больше гектара, там много десятин, там у меня где-то есть это записи, сколько было земли, то есть там сеялся хлеб, какой-то скот держали, и т.д. и т.п. А где же две эти были? Вот это, что вышли, а вторая, перпендикулярная, она вот там вот расходится, за как кончается этот лесочек. И там, кстати, вот фрагмент, где убытия, ах, все равно, садится на лодку, мы скажем, на ГТС-ку, так нет, она дальше, там даже сохранился, вот конкретно, видно эти бревна, она, ты стоишь на твердом, все, ну, все это поломали, все это сгнило, потому что вода, никто за это ничего не смотрит. Ну, порезии, когда-то сплавляли лес, говорят, здесь вот, это после пожаров, там и Токое, где сохранились, такие вот серьезные сосна, очень серьезный лес стоял, очень серьезный лес стоял, ну, и бобры, конечно, делают свое дело. Вот просто мужики, в том плане, что никому это ничего не надо. Ребята, я слышал вот за пять лет, за шестой год, два раза, два раза слышал. А где вы были, когда-то звонили? Я был непосредственно здесь, на территории монастыря. Один раз, вот здесь вот конкретно был, в этих местах, стола этого еще не было, это давно уже первый раз было, а второй раз был, вот тут на лужайке, как мы называем, летное поле, Кахил, по-моему, или что. Так вот, один раз поздно вечером, а второй раз, совершенно не поздно вечером, совершенно не поздно вечером. А рядом церквей нет? То есть не могло выйти откуда-то? Нет, 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 это исключено. То есть, это я знаю, я говорю, просто может, как-то ветром бывает, вспоминешься, слушай, вот, допустим, зимой, да, я вот не слышу, сейчас машина, что никогда, а вот зимой иногда добавят, ну, наверное, какой-то попутный ветерок, ну, плотоси, да, другая, да, я слышу, что по тому шоссейных, да, так нет, я слышу, что идет машина, конкретно, не потому, что это мне кажется, или что-то, вот какой-нибудь лесовоз, такая шумная машина, так нет, она слышна. А звон-то колокольный откуда слышался? Оттуда же, или вот может с озера, или как? Нет, понимаешь, даже трудно сказать, вот он объемный какой-то, он объемный, да, и такое мнение, что он даже и как отовсюду, вот он есть какой-то, вот звон, понимаешь, и даже пальцем нельзя указать, что он оттуда слышится, или отсюда, вот, ну он явный, я вот ребятам рассказывал, что эти мужики, вот Сашка, что видели, и ты можешь слышать, свечения, что вот оно продолжалось 20 минут, вот он на столе, оно не где-то там нет, а вот конкретно, вот он на столе, какой-то конус свечет, просто вот говорит, так вот он, а солнце не могло отсвечивать? Нет, 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 это было поздно вечером, и все это, и т.д., и т.п., ничего, и вот оно продолжалось, где-то 20 минут, завтра можем вот Сашку рассмотреть, по-моему, это он, ну, крайне сужен, он из очевидцев был, это, вот. А цвет, фон, какого свечения? Вот завтра спросим, у него, не забудешь, поговорим. То есть оранжевый, желтый, нет, ничего, нет. Вот, наверное, что-то, как по разговору, мы оранжевый к желтому, вот такой вот более, как-то, как-то вот так вот. Вот они пришли, но это уже 10-летняя история, примерно, около 7 лет. Вот они, 4 копателя пришли, а в 5 часов, треть из них уже будет руками. Все, в 12 часов они пришли сюда, мы достали за себя стоить на метр, сгорели, сгорели. Ну, вот они тут покопали, и пошли обед сварить. У них взорвался этот шмель, шмель-то стояла, и там стояла канистра с бензином. И этот парень мне просто рассказал, что я в милицию вызывал. Я знал эту историю, но с очевидцем, например, разговаривали. И горели, говорят, так страшно, одна из них была женщина, и один вроде, хотя бы все это были, и, значит, один вроде капитан милиции даже был из них. Это самое, что даже, говорят, потрескали зубы, настолько все горело, это, что были потрескавшие зубы. Такое, такое же. Если бы обычный человек понимал, какая бездна, какая падение человеческого открывается в конце жизни монаха, на земле бы не было монаха. Монаху открывается. Я знал греха падения человеческого. И если бы человек обычно знал, какую награду получает монах в конце своей жизни, то на земле бы не было простых людей.